МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строительство дороги, капремонт крыши и установка ограждений у контейнерной площадки. Решение проблем, которые жители региона подняли в ходе традиционного личного приема главы, в репортаже Юлии Савушкиной. Еще четыре обращения поступило в приемную главы региона Максима Егорова. Одни из самых насущных на сей раз вопросов в сфере ЖКХ. Продолжают тамбовчане интересоваться и дорожной темой. Провал растет, угрожая детям и взрослым. Чтобы выяснить, кто виноват в возникновении такого локального ЧП, в Мичуринск отправился Дмитрий Шапкин. Рядом с дорогой находится выгребная яма человека, который живет совсем поблизости. Построил он ее на общественной территории, и суд присудил эту яму демонтировать. Несколько лет назад, но решение до сих пор не выполняется. Обучение служением. Расскажем, как новый учебный курс объединит образование и волонтерскую работу, и какие перспективы откроет для студентов ТГТУ. Участие в проекте для студентов – это возможность получить опыт применения своих профессиональных навыков, поработать с реальными заказчиками, обогатить свое резюме, ну и сделать для общества что-то полезное. Кроме того, участие в проекте можно будет оформить как курсовую или даже диплом. В Тамбове стартует фестиваль «Прима Домра». Чем будет удивлять зрителей современное домровое искусство, и какие премьеры прозвучат на концертной сцене, расскажет Олеся Павлова. Программа фестиваля удивит своими открытиями и премьерами. Это новые музыкальные произведения от известных авторов, неожиданные звуковые союзы музыкальных инструментов, и, конечно, новые имена молодых талантов. В этом и есть идея фестиваля. Здравствуйте! В эфире программа «Область новостей». Я Павел Юрасов. Глава региона Максим Егоров встретился с одним из основателей Российского военно-исторического общества, а ныне советником председателя организации Ростиславом Мединским. Глава региона Максим Егоров поблагодарил Ростислава Мединского за деятельность в области сохранения исторической памяти и воспитания подрастающего поколения. Он отметил, что и в будущем перед регионом Эрвио стоит много совместных задач подобного рода. С участием Ростислава Мединского в ближайшие дни в регионе запланировано несколько знаковых событий. Конечно же, то, что вы делаете для области, то, что вы делаете вообще для страны, в части патриотического воспитания нашей молодежи, для того, чтобы наше подрастающее поколение не забывало тех великих ратных побед, которые Российская армия, Советская армия, Красная армия достигала на военном поприще, на ратном своем служении нашему государству, особенно в нынешние сложные времена, когда у нас пытаются переписать историю. Не каждый регион и глава региона может похвастаться такими достижениями в области идейно-патриотического воспитания, вопросов патриотического воспитания, вопросов государственной идеологии, как Тамбовская область, возглавляемая вами. Спасибо. Ростислав Мединский также вручил руководителю области ряд наград за вклад регионов в сохранение исторической памяти и популяризацию военно-исторических знаний героев, а также за заслуги в научно-исследовательской работе по изучению истории отечественной космонавтики. Напомню, Ростислав Мединский лично бывал на открытии десятков бюстов и мемориальных досок героям Великой Отечественной войны в Тамбовской области, которые установили при непосредственном участии Центрального отделения РВИО. Всего в регионе таковых уже почти 150. Мединскому присвоено звание почетного гражданина Тамбовской области. Строительство дороги, капремонт крыши и установка ограждений у контейнерной площадки. С такими вопросами главе региона обратились жители области. Максим Егоров выслушал просьбы в ходе традиционного личного приема граждан и помог решить проблемы тамбовчан. Тему продолжит Юлия Савушкина. Еще четыре обращения поступило в приемную главы региона Максима Егорова. Одни из самых насущных на сей раз вопросы в сфере ЖКХ. Продолжают тамбовчане интересоваться и дорожной темой. Елена Исаева – жительница одной из двух этажек рабочего поселка Умёд. Сегодня ее дом, который был построен почти 40 лет назад, по словам заявительницы, в плачевном состоянии. Особенного внимания требует крыша. Крыша в ужасном состоянии. То есть второй этаж залит практически весь. Во время дождей течет все. Погнили потолки, погнили полы. Кроме того, у нас инвалид первой группы живет. У нас есть многодетные семьи. Сколько обращались в крышу, нам так никто и не починил. Капитальный ремонт ветхой крыши запланирован только на 2031-2033 годы. Однако, отмечает глава региона, работы можно сдвинуть на более ранний срок. Для этого жильцам необходимо провести общее собрание и совместно договориться о переносе. Кровля дома в их собственности. Выводится собрание, заключается протокол. Протокол направляется в фонд капитального ремонта. Коллеги смотрят, соответствует ли это нормативным документам. После этого принимается решение в случае наличия денежных средств о переносе срока с 1931 года на 1924, на 1925. В свою очередь, Максим Егоров дал поручение руководителям профильных ведомств помочь заявительнице и разъяснить, как правильно запустить такой процесс. Ещё один вопрос главе региона адресовали жители Мичуринска. Не так давно я обращался в администрацию города с просьбой сборки территории, ну, в общем, можно сказать, благоустройства, а именно опилки деревьев, депростающих кустарников, что было сделано в кратчайшие сроки. Но вместе с тем, мусорные баки, которые находились в пределах этих кустов, они теперь остались, можно сказать, открытыми. Глава региона поручил в короткие сроки исправить ситуацию и установить ограждение у контейнерной площадки, которая находится неподалёку от жилых домов. Ответственный министерств ТЭК и ЖКФ вместе с городом отработайте с нашим оператором, коллеги здесь вместе. Хорошо? Всё? Всё? Спасибо. Решение услышала и жительница посёлка первое отделение совхоза Бондарский Бондарского округа. Она обратилась к главе региона по поводу строительства дорог. Сейчас на улицах населённого пункта нет асфальта, в дождь и слякоть передвигаться бывает практически невозможно. На следующий год выберем самую знаковую улицу, центральную, от которой можно добраться. Хотя бы начнём, хотя бы одну улицу сделаем. Надо просто вместе с жителями, вместе с администрацией района посмотреть, просто начать с чего-то. А дальше будем уже смотреть. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей. Хулиган, устроивший в центре Тамбова стрельбу и ранивший трёх человек, задержан и арестован. Возбуждено три уголовных дела. На Пятницкой во дворе дома номер 8, что находится в районе Центрального рынка, 11 августа между торговцами произошла ссора. Причиной тому стали коммерческие отношения. Разногласия оказались настолько серьёзными, что в ход пошло огнестрельное оружие. 34-летний тамбовчанин выхватил пистолет и выстрелил в трёх своих знакомых, после чего скрылся с места преступления. Сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей и потерпевших и установили личность подозреваемого хулигана. Огнестрельное оружие, которое подозреваемый применил в отношении потерпевших лиц, было изъято вместе с боеприпасами. По данным единицам оружия и боеприпасам была произведена баллистическая экспертиза, согласно которой было установлено, что оружие было переделано из газового ИШ. И по данному факту в отдел полиции номер 1 было возбуждено уголовное дело также по части 2 статьи 222 УК РФ незаконное изготовление оружия. «Видим, что пистолет фактически конструктивно внешне схожий на пистолет Макарова, который находится на вооружении у органов внутренних дел, калибр у данного пистолета 9 мм, что соответственно подтверждается нам заключением баллистической экспертизы. И подозреваемый использовал именно это, единицу оружия, согласно заключению генетической экспертизы». Подозреваемый тамбовчанин арестован и отправлен в следственный изолятор. В совершении преступления свою вину признал полностью и раскаялся. Сейчас следователи устанавливают истинную причину ссоры, собирают улики, а также ищут других людей, задействованных в незаконном обороте оружия и боеприпасов. На общественной территории возле дома номер 5А по улице Покровского в Мичуринске с 2017 года находится частично обвалившаяся выгребная яма. С каждым годом провал растет, угрожая детям и взрослым, а также проезжающим мимо машинам. Наша съемочная группа побывала на месте и выяснила, кто виноват в возникновении такого локального ЧП. Уже 6 лет вот здесь на улице Покровской в Мичуринске есть такой локальный провал. Вот рядом с дорогой находится выгребная яма человека, который живет вот совсем поблизости. Построил он ее на общественной территории и суд присудил эту яму демонтировать несколько лет назад, но решение до сих пор не выполняется. Надежда Бочарова – жительница одного из домов по улице Покровского. Несколько лет она и ее соседи пытаются доказать незаконность выгребной ямы, которая находится в 10 метрах от ее дома. В руках судебное постановление, которое обязывает владелицу демонтировать опасный объект. Сегодня 29-й, 9-й, 17-го года Журавлева вызвал спецмашину для откачки канализации, и машина провалилась. Вот, пожалуйста, вот мы вызвали опять милицию, вот, вот стоит милиционер, все он зафиксировал. В ходе нашей съемки выяснилось, что яма довольно обширная, ее водоизмещение 9 тонн. Простирается ли она под дорогой и каковы вообще ее границы, неизвестно. Поскольку свободного пространства между домами немного, раньше тут играли дети. Теперь это место опасно для всех без исключения. Мешает, конечно. Любая машина может поехать и провалиться, потому что мы не знаем, как она там, в каком состоянии. Вот видите, весь мусор туда все свалило, хозяйка. Как рассказала нам хозяйка ямы Татьяна Журавлева, неподалеку есть еще один колодец. Этакая мини-яма, глубиной в полтора метра, которую также оборудовали на общественной территории. Хозяйка утверждает, что все разрешительные документы на нее есть и что она – часть основного резервуара, по поводу которого еще пять лет назад было вынесено решение суда. Конфликт с соседей длится много лет. Как поясняет Надежда Бочарова, Татьяна Журавлева периодически просит отсрочки у суда, чтобы перенести яму, но попросту оттягивает срок выполнения уже вынесенного решения судебного постановления. А яма тем временем становится все глубже и с каждым годом все больше угрожает местным жителям. Дмитрий Шапкин, Илья Тырса, Ольга Кириллова, Область новостей. Обучение служением. Новый учебный курс под таким названием стартовал в Тамбовском государственном техническом университете. Как проект объединит образование и волонтерскую работу и какие перспективы откроет курс для студентов ТГТУ, узнала наша съемочная группа. Курс с обучением служением разработали в рамках поручения президента России Владимира Путина. Проект призван внедрить в образовательный процесс социально значимую работу студентов. Это новая программа, которая в масштабах всей страны, всей России запускается на площадках чуть более 100 пилотных вузов. И Тамбовский государственный технический университет попал в число пилотов, где реализация этого курса начнется уже буквально с этого учебного года. В образовательную программу Тамбовского государственного технического университета включат специальные учебные часы. Студенты разных специальностей посвятят это время общественным проектам в самых разных отраслях. Маркетинг, IT, юриспруденция и социология. В рамках тех задач, которые будут ставить организации, мы будем подбирать студентов для их решения. То есть, например, если у нас организация, например, там картинная галерея, да, и у них есть запрос, допустим, там виртуальный музей. Соответственно, мы приглашаем студентов-информационщиков, и они его разрабатывают. Таким образом, они учатся в процессе выполнения данного проекта, да, то есть они свои навыки, компетенции реализуют и, можно сказать, культурно обогащаются. С техническим университетом мы, как некоммерческая организация, уже сотрудничаем давно. В настоящее время мы реализуем проект, поддержанный фондом президентских грантов, который направлен на наставничество «Спектр права», где специалисты, будущие специалисты, ныне студенты технического университета проходят стажировку и получают даже трудоустройство. Уже в день презентации курса студенты смогли проявить себя в социально значимой работе. Представители шести некоммерческих организаций региона поставили перед молодыми людьми реальные задачи, и студенты должны были разработать проект для решения этих задач. Участие в проекте для студентов – это возможность получить опыт применения своих профессиональных навыков, поработать с реальными заказчиками, обогатить свое резюме, ну и сделать для общества что-то полезное. Кроме того, участие в проекте можно будет оформить как курсовую или даже диплом. Павел Юрасов, Николай Иванов, Данил Лычко, Область новостей. Доброволец из Мичуринского волонтерского корпуса Дмитрий Топильский в зоне СВО спас бойца из перевернувшегося грузовика. Молодой человек оказал помощь пострадавшему и заглушил двигатель машины, из бока которой лилось горючее. Наша съемочная группа встретилась с героем и выяснила все подробности. Наш сегодняшний репортаж об уникальном человеке. Его зовут Дмитрий, он родом из Мичуринска, и совсем недавно в своей поездке в зону спецоперации он спас человека. Вот как это было, сейчас он сам мне расскажет. Я иду к нему навстречу. Дмитрий, добрый день. Дмитрий Топильский возит гуманитарку землякам на фронт с самого начала спецоперации. Бывает там по 4-5 раз в месяц, загружает машину с прицепом и везет больше тонны столь необходимого груза бойцам. В той поездке он возил помощь в ДНР, ЛНР и Белгородскую область. ДТП, в котором он спас человека, произошло, когда он ехал по дороге из Красного Луча в сторону КПП Должанское. Впереди нас ехал военный Урал. Прошел дождь, дорога была мокрая, скользкая. Водитель Урала зацепил обочину, его понесло, начало кидать со стороны в сторону. Даже можно сказать, он поехал на нас, в сторону нас. Я притормозил. В это время он съехал с обочины и перевернулся. В этот момент выбежал из машины, побежал к нему. На этих кадрах, которые запечатлела руководитель Мичуринского волонтерского корпуса Анна Мистрюкова, находившаяся с Дмитрием в той поездке, весь драматизм ситуации, когда счет идет на секунды. Водитель без сознания из машины клещет топливо. Наш земляк не растерялся, заглушил двигатель и вытащил бойца. Проезжали ребята, я их остановил, попросил помощи. Они сказали, что вызовут подмогу. Мы еще некоторое время побыли там рядом и поехали домой. Вот с этим парнем, которого ты, по сути дела, спас, никакого контакта не поддерживаешь? Никаких не обвинялись? Нет, ситуация была не та. Нужно было, чтобы ему быстрее забрали его, машину, и он вернулся дальше, куда он ехал. На этих кадрах Дмитрий Топильский поднимает российский триколор возле регионального правительства в день государственного флага нашей страны. Это право, награда за мужественный поступок парня, который сам себе героем совсем не считает. Волонтерством он занимается еще с пандемией, когда помогал пожилым людям, привозил лекарства и еду, чистил возле дома снег. Его нынешняя работа неоценима, ведь он один из тех людей, которого на фронте ждут как родного, зная, что с ним приходит помощь и поддержка. Дмитрий Шапкин, Илья Тырсова, Ольга Кириллова, Область новостей. Новая музыка, новое звучание и новые имена. В Тамбове в четвертый раз открывается одно из самых масштабных культурных событий – фестиваль «Прима Домра». Чем будет удивлять зрителей современное домровое искусство и какие премьеры прозвучат на концертной сцене, расскажет Олеся Павлова. Программа фестиваля удивит своими открытиями и премьерами. Это новые музыкальные произведения от известных авторов, неожиданные звуковые союзы музыкальных инструментов и, конечно, новые имена молодых талантов. В этом и есть идея фестиваля. Фестиваль современного домрового искусства откроет мировая премьера музыкально-драматических иллюстраций к поэме Михаила Лермонтова «Тамбовская казначейша». На сцене это будет настоящий спектакль. Его музыкальное сопровождение объединит хор, фортепиано и домру. Автор музыки – композитор, народный артист России Александр Чайковский. Тут все должно работать на стихи. Здесь слово Лермонтова – это самое главное. Какая роль у фортепиано? Да, собственно, в общем, все этим и сказано. Организующее, образующее. Но если изъять фортепиано, думаю, было бы не то. Но ровно так же можно сказать про любую другую часть. Если изъять домру, было бы тоже не то. Или хор. В общем, это синтетический спектакль. Артистической в плане актерской роли у меня как таковой, конечно, нет, что немножко жаль. Можно было бы еще и тут обыграть. Но, тем не менее, мы все включены в общий процесс. Дальше в программе еще одна премьера. На сцене прозвучит сочинение Виталича Кона. Это будет версия для хора, домры и органа. Последний музыкальный инструмент не совсем обычный. Существуют вот такие как бы аналоги, которые звучат очень похоже на настоящий орган, но они портативные, мобильные. Их можно перевозить. Здесь звук записан с настоящих живых органов, но как бы вот в компьютерную память загнан. То есть это, на самом деле, довольно сложное такое устройство, технологически современное. Но дает возможность вот привести такой инструмент, чтобы он звучал и в драматическом театре. Новая музыка, новое звучание и новые имена. Все это фестиваль «Прима Домра». Он продлится на Тамбовской земле до 21 сентября. Олеся Павлова, Александр Чекмарев, Данил Лычко. Область новостей. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте, в Телеграм и в группах соцсетей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова